Радио Болтком Здравствуйте все-все-все, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте, я Рита Трошкина. Гость в студии у нас долгожданный Игорь Оболенский. Писатель, биограф, историк, телеведущий, режиссер, сценарист, автор биографических книг и фильмов, специалист по истории русской эмиграции, ведущий программы «Место гения» на канале «Поехали». Ну, что долго говорить, наши радиослушатели очень многие, наверное, практически все знают Игоря Оболенского. И вот сегодня предрождественский период. Мы рады, что он с нами, потому что мы будем говорить о хороших и добрых вещах. Доброе утро, Игорь! Алло! Лавадьена, доброе утро. Ой, Лавадьена, да-да-да. Да-да-да, рады видеть вас по скайпу. Алло, я счастлив, я счастлив видеть вас. Очень-очень-очень-очень. И сейчас рождественский период, завтра у нас Старый Новый Год, и в эти дни мы очень вдумчиво думаем о добре, о милосердии, о благотворительности. Исторически сложилось, что это время благотворительности. И мы попросили Игоря Оболенского сегодня в нашем эфире поделиться историями добрых дел в биографиях известных людей. Но прежде мы хотим задать один вопрос Игорю, немножко на другую тему. Вот сегодня у нас такой день в нашей стране очень радостный. И потому что сегодня родился знакомый вам человек, с которым вы встречались в Риге, это Раймонд Пауст, 85 лет. Помните эту встречу? И встречу помню, и хотел поздравить и великого маэстро, и Латвию, которая нам подарила этого гения, и всех нас, тем, что мы современники, Раймонда Вагдамарыча. И сегодня мое утро началось с того, что я послушал его, хотел сказать, лучше, и, впрочем, есть ли у него другие. Так что я сегодня на Рижской, на Балтийской волне с самого-самого утра. А история, которая связана с Раймондом Вагдамарычем у вас, это миллион алых роз. Может быть, мы кратко-кратко вспомним, что это за история для наших радиослушателей? Ну, это красивая очень история, красивая история, связанная с еще одним гением, с грузинским гением. Впрочем, я думаю, что если мы говорим о гениях, то здесь национальности нет, границ нет. Нику Перасмани. И я думаю, что если бы не Раймонд Пауст, может быть, мир и не знал бы, и не влюбил бы Перасмани, потому что, ну да, была не ну да, а была красивая история влюбленного художника во французскую актрису, который ради нее отказался от всего, от всех богатств, потому что, ну, любовь, что может быть важнее, что может быть дороже, и возложил к ее ногам эти прекрасные цветы. Правда, не только одни розы там были, там было все, что он мог найти в Тифлисе. И об этой истории написал Константин Игоревич Паустовский. Паустовский, великий писатель, книги выходили большими тиражами, но потом, потом эта история стала известна Андрею Андреевичу Бознесенскому. И он написал блистательнейшее стихотворение о том, что жил-был художник один. А потом это стихотворение попалось Раймонду Паулсу, и родился этот шедевр «Миллион алых роз». И я, когда приехал в Ригу, в очередной раз, мои очаровательные дамы, Рита и Оля, вместе с которыми мы делали, и хочется верить, будем продолжать делать эти вечера, сделали доброе дело, между прочим. Они познакомили меня с Раймондом Паулсом. А Раймонд Паулс в ответ тоже сделал доброе дело. Он уделил свое время, и мы с ним, по-моему, очень мило посидели в служебном буфете замечательного театра Михаила Чехова, по-моему, пили чай. И он рассказывал, рассказывал о том, как появилась эта песня, о том, как она была воспринята первый раз. И я никогда это не забуду, это меня согревает. Я думаю, что вот эти добрые дела, это ведь не обязательно выдать кому-то сумму денег непременно. Мне кажется, доброе дело – это согреть душу. Простите, может быть, какие-то красивости я говорю, но правда я так думаю. И вот это доброе дело Раймондом Паулса, оно всегда-всегда со мной, а вместе с нами его великие песни. Я поздравляю маэстро с очередным днем рождения. Я очень надеюсь, что впереди нас ждет, но еще не один шеневр от него. Это не только красивости, это правильности, Игорь, вы говорите. А мы напомним, что благотворительный телефон нашей программы «Зеленая лампа» на этой неделе подключен к счету помощи Эльвире Эрлецкой. Это повторная программа для нее, потому что мы с вами несколько недель назад уже помогали Эльвире, и она уже находится в Израиле, в клинике. И первый этап лечения оплачен, и она ждет продолжения лечения. И поэтому мы объявляем снова сбор средств, чтобы дособрать сумму. И просим вашего участия. Публикация на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» и наш телефон 93006384, евро 42, всю неделю работает в помощь Эльвире. Спасибо вам. Ну, Игорь, теперь вам слово. То есть мы проанонсировали ваш рассказ на тему очень важную. Да? Алло? Друзья, я еще хочу сказать слова восхищения Ригой, потому что на днях случилось ведь очень важное событие. В Риге появилась мемориальная доска Елены Сергеевны Булгаковой. И я когда провожу свои прогулки по Москве и подхожу к дому на Никитском бульваре и рассказываю, что именно в этом доме жила Елена Сергеевна, и именно из этого дома к нам пришел роман мастера Маргарита, которая вдова Булгакова хранила все эти годы, я говорю, как мне хочется, чтобы на этом доме появилась мемориальная доска, потому что в Риге, рассказываю я, собираются повесить доску на улице Виландес и Елизабетес, да, по-моему, так называется, это красивейшая улица. Виландес-3. Виландес-3. И вот в Риге собираются, мы пока не повесим. И видите, я сейчас уже скажу с гордостью за Ригу и с благодарностью Рижанам, что в Риге уже появилась эта мемориальная доска. И это чудесно, конечно, и справедливо. Но, знаете, если говорить про добрые дела, так вот и с Еленой Сергеевной-то и начнем. Потому что ведь... И справедливости ради мы... Елена Сергеевна Булгакова... Игорь, секундочку. Справедливости ради мы отметим, что установка этой доски произошла благодаря замечательному человеку, меценату, бизнесмену Евгению Горнбергу. Вот мы ему шлем привет прямо в эфире. И возвращаемся к Елене Сергеевне. Большой молодец. Елена Сергеевна, знаете, по-моему, Доризо сказал, не важно, какая у писателя жена, важно, какая у писателя вдова. Вот Елена Сергеевна, я надеюсь, что и женой была хорошей, но вдовой-то она была великой. И когда Михаил Афанасьевич уходил из жизни, тяжело уже было говорить, но она по его губам и глазам прочла его последнюю просьбу. А просьба заключалась в том, чтобы роман жил, чтобы помнили, чтобы знали. И Елена Сергеевна сказала, что это обязательно произойдет. И это правда случилось. Спустя уже десятилетия после ухода Булгаковой из жизни мастер Маргарита был опубликован. И вот тогда, в тот самый дом на Никитском бульваре, тогда назывался Суворовский, пришел итальянский издатель, который сказал госпожа Булгакова, какая вы все-таки наивная женщина. Вот так много потеряли денег, опубликовав роман вот здесь, на родине, вам нужно было бы вначале опубликовать его у нас, мы бы стали миллионершей, а потом мы бы опубликовали, где хотели. А Елена Сергеевна ему ответила, что это вы не понимаете, как много я приобрела, потому что теперь я смогу честно посмотреть в глаза Миши. И я уверен, когда эта встреча случилась там, а Елена Сергеевна не сомневалась, что встреча, что с земной жизнью ничего не заканчивается, что уйти из этой жизни, все, что из одной комнаты перейти в другую. Так вот, когда она встретилась со своим Мишей, с нашим Николай Афанасьевичем, она, конечно, честно посмотрела ему в глаза. И это ведь действительно был великий поступок, публиковать этот роман здесь, не чтобы заработать, а для того, чтобы восторжествовала справедливость. И она восторжествовала. Я думаю, тоже отрадный факт знать, что, знаете, Чехов говорил, говорят, что правда обязательно победит. Но вот я думаю, что здесь все случилось абсолютно по-чеховски. Правда победила. И тема у нас с вами сегодня замечательная. И я стал думать, а хватит ли мне истории для того, чтобы несколько десяти минут посвятить рассказу о добрых делах и понял, что, друзья мои, мы с вами сделаем сериал. Потому что, слава богу, таких дел, ах и ох, как много. И, знаете, ведь самые прекрасные дела, они происходят в тишине. Вот говорят, что деньги любят тишину. Я думаю, что тишину любят истинные добрые дела, потому что, когда вы поступаете, не грубя об этом, так велит вам поступить в вашу душе. А это самое главное. И вот, вы знаете, таких историй, правда, очень много. Но мы все знаем великого Александра Николаевича Вертинского, о котором я тоже рассказывал во время своих приездов в Ригу, о котором я снял фильм документальный «Место гения». И вот Александр Николаевич оставил воспоминания. Его батюшка Николай, он был таким очень своеобразным человеком, не нажившим никаких особых богатств. И когда его хоронили... Смотрели так с удивлением. Что это такое, Господи? Мог бы зарабатывать, а сам так не поступает. Куда он деньги-то свои девает? И вот когда его хоронили, случилась странная история. Несли гроб, и вдруг из всех подворотен, из всех переулков появились десятки оборванных нищих, которые схватили этот гроб, возложили на свои плечи и понесли его на кладбище. И оказалось, что Николай Вертинский все свои деньги свободные не вкладывал в какие-то акции или денежные слитки, или золотые слитки, а он отдавал их бедным. Ну вот, пожалуйста, это ведь великая память. И вы знаете, что? Ведь сын-то был точно таким же. Потому что когда началась Первая мировая война, Александр Николаевич... Война. Война – это война. И Александр Николаевич Вертинский, который мог бы не идти на фронт, он отправился на фронт. И на фронте он был медбратом. И сделал 35... Участвовал в 35 тысячах операций. И ему приснился сон, когда Господь спрашивает у ангела, а кто этот человек-то, показывая на Вертинского? И ангел отвечает, да я не знаю, он пьеро там, поет, ну, помогает врачам. А как он помогает? Ну, вот он участвовал в 35 тысячах операций, да? Но тогда вернуть аплодисментами, умножив на миллион. И я думаю, что Александр Николаевич Вертинский эти десятки миллионов в ответ и получил. И он действительно был человеком очень светлым. Я не был знаком с личностью Вертинской, мы разминулись во времени. Но я был знаком с его вдовой, с Лидией Владимировной Вертинской, очень интересной, очень красивой женщиной, нашей кинозвездой. Если мы вспомним фильмы «Садковина», «Птица Феникс», кто же не помнит, правда, «Королевство карьевых зеркал», казалось бы, такой отрицательный персонаж, но такой красивый. Так вот, Лидия Владимировна рассказывала, со слов мужа, конечно, как однажды шел этот воинский эшелон, и подняли на него полковника, и сказали, что Вертинский присмотрел за ним, потому что операцию делать нельзя, но кто в поезде делает операцию, нет. Полковник должен был умереть. Его должны были тело опустить, снести на перрон на одной из ближайших станций. А нельзя было делать операцию, потому что пуля была возле сердца, и достать ее было в трясущемся вагоне, невозможно, тем более, где взять инструменты. И тут Вертинский вспомнил, что когда его отправили покупать медицинские инструменты для этого воинского эшелона, он купил на свой вкус, вот ему захотелось, странные щипчики, которые загинались. Он их еще называл «декадентские». И когда он их купил, его ругали, что вы за какую-то ерунду купили, вам там бинты надо было купить, скальпели, а вы какие-то не поймете. И он понял, что эти щипчики, может быть, могут помочь, способны помочь. И он на свой страх и риск, я даже думаю, не на страх и риск, а на свою совесть, начал сам делать эту операцию. Он обработал эти щипчики, вонзил их в открытую раму, и когда они уперлись во что-то твердое, он захватил этими щипчиками и достал. Это была та самая пуля, что была возле сердца полковника. И когда он бросил ее, вот этот металлический судочек, она звяхнула, он обернулся, за его спиной стоял военный врач, бледный, который сказал, что Вертинский, вообще за это положен военно-полевой суд, вы нарушаете устав, что вы себе позволяете делать. Но полковник выжил, и ни на какой станции его тело не было снесено на перрон. Он продолжил свой путь, наверное, сражался дальше, хочется верить, жизнь рассложилась успешно. Так что, вот, пожалуйста, это ли не доброе дело? Это великое дело, дело спасения жизни. Но вы знаете, я думаю, что такие вещи добрые, ну, добрые будем говорить, благотворительные, да нет, я даже скажу честные, вот так, не надо говорить благотворительные, честные, они происходят тогда, когда человек искренне занимается своим делом. Но вот смотрите, мы с вами все-таки говорим, новогодние праздники, рождественские праздники, а что же за рождественские праздники, новогодние без иронии судьбы, правда? И вот Эльдар Саныч Рязанов рассказывал, уверен, что он это делал не для того, чтобы какие-то великие, добрые дела, он просто делал свое дело, в которое верил, которое ему нравилось. И ведь ирония судьбы, вот мы точно знаем, что спасла две жизни, может быть, это было больше. Эльдар Саныч мне рассказывал, как он получил письмо от одной женщины, которая писала, что уважаемый товарищ Рязанов, ну, очень сложная ситуация у меня была, я решила, что единственный выход – это уйти из жизни, поставив тем самым точку. Я сделала прическу, сделала маникюр, и перед тем, как вот поставить точку в жизни, включила телевизор. И в этот момент герой Ширвинда покупал шампанское. Я живу до сих пор, и очень благодарна вашему фильму. А другая история, тоже было письмо от женщины, у которой был смертельно болен ребенок. И лучшая клиника находилась в другом городе. Я не помню сейчас название этого города. И она не могла найти никого знакомых в этом городе, кто мог бы ее связать с этой самой клиникой. И что сделала она? Она написала в тот самый город, по адресу улицы, на которой она жила, а жила она на улице Ленина, в каждом городе была улица Ленина, на всякий случай продублировала письмо улицы Энгельса, и на всякий случай, уж простите, улицы Маркса. И что вы думаете, на улице Маркса, в том самом доме, куда она написала, жил врач, который работал в этой самой клинике, который не просто ответил, а он пригласил пожить у него, и мальчик, сын этой самой женщины, выжил. Но это ли не великое дело? Причем, я думаю, что, конечно, это все режиссировала сама жизнь, потому что так придумать нельзя. Потому что не ирония судьбы. Но режиссировала жизнь. Это не ирония судьбы, это чудо судьбы. Игорь, это чудесная иллюстрация, к тому, что нам не дано предугадать, каким образом, в какой там серпантин, или в какую цепочку, вот эту вот связь добрых дел в конечном итоге складывается. Поэтому, если сейчас кто-то слушает нашу программу, и мы благодарны Игорю Аболенскому за потрясающие рассказы, мы приглашаем вас зайти на сайт mixnews.lv в рубрику «Зеленая лампа» и прочитать историю замечательного, прекрасного человека Эльвиры Ирлецкой. Ее многие знают. Она сейчас находится в Израиле, и ей нужна помощь на продолжение оплаты лечения, там диагноз, онкология, подробности там, и телефон 9-3-0-6-3-8-4. Если вы слушаете нашу программу, вы ее слушаете не случайно. Иначе совпало это не просто так. Да, и то, что мы в декабре, мы в декабре уже делали одну программу, посвященную Эльвире, и была собрана половина нужной суммы, и она смогла, получила возможность, она немедленно вылетела в Израиль, там написано подробности, как у нее там что обстояло, происходило, где она сейчас живет, и какие манипуляции медицинские сейчас проходят. Прочитайте, пожалуйста. Мы не будем на этом сейчас останавливаться подробнее, и попросим Игоря Аболенского продолжить эту замечательную тему, о которой мы сегодня говорим. Но, вы знаете, те рижания, и не только рижания, которые приходили на наши с вами мои прекрасные Литой и Олей вечера, они знают, что и зрители моих программ, читатели моих книг, о том, что все истории, которые я рассказываю, они ведь основаны на воспоминаниях близких людей, тех героев, о которых я пишу. И у меня есть замечательная знакомая, добрая знакомая, которую зовут Галина Алексеевна Арбузова. Вот Галина Алексеевна Арбузова, ну, так получилось, что у нее два папы. Вот папа ее Арбузов, Алексей Арбузов, это великий русский драматург, а мужем ее мамы был Константин Георгиевич Паустовский. Ну, вот так у нее совпало. Она дружила и с папой, она дружила, конечно, с Константином Георгиевичем Паустовским. И так получилось, что через Паустовского она познакомилась с великой женщиной, Лидия Дилекторская. Лидия Дилекторская. У нас был вечер в Риге, посвященный музам великих художников. Лидия Дилекторская. Лидия Дилекторская была музой, моделью и любимым человеком Анри Матисса. Анри Матис, каждый Новый год и каждый день рождения Лидии Дилекторской делал ей подарки. Он дарил ей свои работы. И когда эти работы собрались в достаточном количестве, что сделала Дилекторская? Она подарила их музею имени Пушкина в Москве и Эрмитажу в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Но при этом было важное условие, чтобы когда эти работы выставлялись, ни в коем случае не было написано, что эти работы переданы в дар Лидии Дилекторской. Величайшее дело, это величайший поступок. Ведь не секрет, что порой кто-то передает в дар с тем, это совершенно справедливо, что было указано дар такого-то. Это прекрасно, это увековечивание памяти. Дороже этого нет ничего. Но бесценно, когда это все совершается по велению души, как мы с вами говорили, и остается за кулисами. Но, конечно, имя Лидии Дилекторской мы знаем, никто это скрывать не собирался. Но просто дороже такой поступок, дороже такой подарок. И что вы думаете? Вот Галина Алексеевна Арбузова мне рассказывает. Она когда приезжала к Дилекторской в Париж, у той пустела квартира, потому что она расставалась с работами Матисса. Стоит ли говорить, что одно полотно Матисса стоит миллионы, если не десятки миллионов евро. И вот у Дилекторской оставалось два рисунка Матисса. Малюч, небольшой. И она сказала, Гала, я подарю их тебе. Представьте, Лидия Дилекторская говорит вам, что я подарю вам два рисунка Матисса. И вот проходит время, и эти рисунки никак не придут к Галине Алексеевне. И оказывается, что Дилекторская отправилась в город, в котором на свет появился Матисс. И сказала мэру, ну как же так, в вашем городе родился великий художник. У вас это музей. А тот сказал, даже если мы откроем музей, у нас нечего в этом музее экспонировать. И Дилекторская сказала, если я вам дам две работы Матисса, вы откроете музей? И мэр сказал, пожалуйста, подвел цену окну, во дворе стоял на площади старинный замок. Он сказал, хоть этот замок, Дилекторская сказала, берем, замок будет музеем Матисса, две работы будут у вас завтра. И вот таким образом Галина Алексеевна не получила работы Матисса, но я уверен, что она не расстроилась. Не потому что она какой-то не земной человек, мы все земные люди, мы все ходим по земле, едим, пьем чай и так далее. Но я понимал, что она абсолютно рада, потому что это было справедливо. Потом ведь это какая ответственность иметь Матисса. И уж если продолжить про Галину Алексеевну, ведь после смерти Паустовского она стала наследницей. И дом, там не сказать дом, то место, где жил Паустовский, в Тарусе досталось ей. Что сделала Галина Алексеевна? Она завещала, подарила этот дом музею Паустовского. И вот мы сегодня приезжаем в Тарусу, я с удовольствием езжу со своим слушателем, я был счастлив снять фильм документальный о Паустовском в Тарусе. И мы приходим в тот самый дом, где Галина Алексеевна сохранила все в точности, как было при жизни. встречая, тут я несколько раз в ее компании, в ее сопровождении имел наслаждение ходить по этим комнатам. Но это ли не великий поступок? Это великий поступок великого человека. Игорь, вы считаетесь специалистом по истории русской миграции. Вот такой исторический вопрос. Среди представителей дома Романовых были настоящие подвижники благотворительности, милосердия исторические. Чьи биографии в этом смысле особенно показательны? Ну, друзья мои, здесь, если говорить о Романовых, это вы вступили на опасную тему, потому что отмените следующую программу и программу после сней. Мы с вами проведем эти три часа вместе. Но я одно имя, конечно, назову. Первое, что у меня лежит на сердце и о ком не хочется говорить, это Великая княгиня Елизавета Федоровна. Причисленная сегодня к лику святых, которая после трагической гибели своего мужа, великого князя Сергея Александровича, она не приняла монашеский постриг, но она была монахиней в душе, в своих поступках, потому что она основала Марфа-Мариинскую обитель, потратив все деньги, все свое немалое состояние на то, чтобы помогать старо-страждущим. Там была школа для девочек, там был приют для тех, кому негде было ночевать, там была столовая, где можно было обедать, завтракать, ужина тем, у кого не было такой возможности. Там был лазарет, и ведь Елизавета Федоровна, она прошла этот путь до конца, потому что после событий 1917 года ей предлагали выехать за границу, все-таки она была внучкой королевы Виктории, королевы Англии, она осталась, она осталась на стране, на территории страны, которую приняла, и она ведь поменяла веру, она приняла православие, стала Елизаветой Елизаветы Федоровной, и она трагично, ее жизнь обрадалась трагически в шахте Паевска в 1918 году, и мне очень отрадно, что имя Елизаветы Федоровны очень почитаемое во многих храмах, где бы я ни оказывался, я обязательно обращаю внимание, какие иконы. Обязательно икона великомученицы Елисаветы, ее чтут, ее любят, но вы знаете, пример Елизаветы Федоровны не единственный в доме Романовых, когда оказывали помощь, и, а почему так происходило, потому, знаете, когда ведь была перепись населения, у Николая Александровича, у Николая Второго, там была графа, род занятий, и он написал «Хозяин земли русской», но вот как хозяин он и поступал, конечно, как, были открыты лазареты, были школы, были именные стипендии, и это ведь было очень важно, потому что на первую семью равняется вся страна, все государство, и такое было. Ну, в таких примерах можно, просто мне не хочется говорить о каких-то общеизвестных фактах, например, Павел Михайлович Третьяков, великий купец, великий предприниматель, говоря языком сегодняшним, который оставил после себя великую галерею, переданную в дар городу, и не только. Вот вы, когда бываете в Москве, есть Лаврушинский переулок, где это великое здание галереи, всемирно известной, а напротив, наискосочек, есть дом, который тоже был построен по велению Третьякова для вдов и сирот художников. Как это было мудро, не только приобретать картины, причем, Павел Михайлович, конечно, здесь был предприниматель, он, если можно было заплатить поменьше, он платил поменьше, но зато эти деньги шли вот на ту самую благотворительность. Был построен этот дом, где жили вдовы, оставшиеся без средств существования, где получали образование дети, оставшиеся без отцов. Вот так. Так что это великое дело. И вы знаете, таких примеров много. Я когда бываю, например, в Баку, есть очень интересная история нефтепромышленника, который разбогател совершенно случайно, на его участке стал бить фонтан, который оказался нефтью. И он открыл школу, для девочек. Потому что он говорил, что если ты образуешь мужчину, ты образуешь мужчину, мальчика, ты образуешь мальчика. А если ты образуешь девочку, ты образуешь семью. Она врастала, девочка становилась мать, и вокруг нее были дети, которые тоже понимали, что такое образование. И везде, где бы мы не оказывались, в каком бы городе, всегда нахожу такие примеры. И очень рад, что все это было, что все это есть. И наша с вами сегодняшняя беседа, и цель вашей сегодняшней программы, и программ, которые вы делаете, подтверждение тому, что мир не без добрых людей, не без добрых дел. Правда же. Абсолютная правда. Мы напоминаем, что наша программа сегодня посвящена помощи, для того, чтобы собрать по помощи Рижанки Эльвири Эрлецкой, и телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек. Телефон работает в помощь Эльвири. И телефон подключен к счету в благотворительном фонде Be Open, с которым сотрудничает наша программа, и деньги с этого счета могут пойти только на оплату счета, израильской клиники, потому что таким образом открыть проект. Потому что Эльвира сейчас там находится как раз и ждет нашей помощи. Игорь, а вот считается, что добро, которое ты сделал, ну, тайно или не тайно, как угодно, оно к тебе рано или поздно возвращается. Я понимаю, что об этом не надо думать никогда, когда ты делаешь хорошее дело. Но правда ли это? Вот как вы считаете? Верно ли, что добро возвращается? Вот истории известных, знаменитых людей, о которых вы рассказываете, о которых вы знали, они это подтверждают? Я думаю, что да. Хотя есть такая поговорка «не делай добра, не получишь зла», но я думаю, что это было сказано кем-то в сердцах. Потому что... Вот что такое доброе... Сейчас вместе с вами будем рассуждать. Что такое доброе дело? Это самая лучшая пища для вашей души. И когда ваша душа полна, она вас так потом согреет. И когда будет какой-то житейский мороз, а такое случается с каждым, но когда внутри вы понимаете, что вы сделали то, что должны были сделать, я думаю, вам будет так покойно, я думаю, вам будет так тепло. Потому что ведь помощь – это не только протянутая ложка супа, хотя это тоже очень важно для того, у кого этой ложки супа нет. Я думаю, что самое главное – это когда мы... Понимаете, я всё время так боюсь казаться каким-то высокопарным, но это когда мы согреваем другого человека. Это ведь так важно. Причём согреваем не обязательно для этого надеть на него, дать ему какую-то шубу, а просто каким-то взглядом. Потому что я порой иду в незнакомом городе, в незнакомой стране, встречаю незнакомого человека. И вот, говорят, одарил взглядом, как рублём одарил. Правда, же не случайно, что так бывает. Поэтому я уверен, что когда мы совершаем эти дела, они возвращаются с Торицей. И не обязательно буквально, не обязательно материально. Дал рубль, получил 10. Нет, ведь измерения есть более серьёзные. Вот был такой великий коллекционер, которого звали Георгий Костаки. И вот посмотрите, по-моему, удивительная история, связанная с Костаки. Он собирал Шагала. Очень любил Шагала. И он знал, что у вдовы Михоэлса есть две работы Марка Захарчева. А в чём Михоэлс эти работы привёз в Советский Союз, получив их от Шагала, чтобы передать в дар Третьяковской галереи. На Третьяковской галерея сказал, нам такого художника, как Шагал, не нужно, оставьте себе. И Михоэлс эти работы оставил. И вот Костаки, зная, что у вдовы две работы, отправился к ней, мысленно посчитав, ну, работа, наверное, стоит 4 тысячи рублей, ну, вот 8 тысяч я ей отдам. И когда он пришёл, то вдова Михоэлса сказал, ой, как приятно, что вы хотите приобрести эти работы, потому что нам нужны деньги. Я отдам вам их за 3 тысячи рублей. Что делает Костаки? Он говорит, нет, вы не правы. Вы не знаете истинную цену этим работам. Вот вам 8 тысяч. Вдова была удивлена, потрясена, она была, она не ожидала такого, но это же честный поступок. А Костаки мог поступить совсем иначе, как, может быть, кто-то бы и поступил. Ну, стал бы он от этого счастливее. По богаче бы стал, да, на, там, сколько, 5 тысяч рублей. Но счастливее вряд ли. А так вот это доброе дело, и имя сегодня Костаки, оно овеяно вот этим самым добром, которое он совершал, и эта великая коллекция собрана им. Она делает его имя бессмертно, а разве это не важно? А история промышленника Прохорова вот в этом плане? Ну, вы знаете, история промышленника Прохорова, это ведь была моя первая героиня, дочь владельца треугольной мануфактуры и внучка Веры Ивановны Прохорова, чей дедушка со стороны мамы, кстати, был московский городской голова. Его звали Николай Иванович Гучков. Вот он, будучи человеком очень состоятельным, возглавлял Москву, сегодня так странно это кажется, исключительно дела, и он никогда не получал жалования. То есть деньги он получал, но он их складывал в шкатулку. И раз в месяц он эти деньги раздавал тем, кто в них нуждался. А вот папа Веры Ивановны, моей прекрасной собеседнице, с чьих слов я писал книгу о Рихтере, Пастернаке, Нагибе, Непальке, очень помогал рабочим. И, Рита, совершенно прекрасная идея вспомнить Веру Ивановну, и это ответ на ваш вопрос, возвращаются ли добрые дела? Потому что, когда после 1917 года Ивана Прохорова арестовали и отправили на Лубянку, откуда никто не возвращался, как правило, то заступаться за него пришли те самые рабочие, которым он когда-то помогал. И они его вызволили из лубянских застенков. Но потом прошло время, и он вновь оказался там, и уже не вышел. Но, вернее, нет, он вышел, он умер, повезло, если так уместно говорить, за своей смертью. Потому что, когда пришли его арестовывать второй раз, спросили у жены, которая была уже вдовой, а где Прохоров-то? Она сказала, его нет, как нет? Они испугались, что он сбежал от ареста. Она сказала, он на Вагангельском кладбище. Так вот, когда Прохорова не стало, и семья осталась без средств существования, двое детей и жена, ну, вдова, то те самые рабочие и помогали. Они приносили продукты, они вывозили их на лето под Москву отдыхать. Но это было до 1927 года, потом уже стало опасно общаться с бывшими, и сама уже вдова Прохорова сказала рабочим, что спасибо, дальше мы сами. Так что вот, конечно, вот, пожалуйста, чем возвращаются добрые дела. Но и доброе дело вернулось к нам всем в виде верваны, этого великого человека. Она наша современница. Она была действительно бессеребреница абсолютная. Игорь, вы общались... И она рассказывала мне... Продолжайте. Да. Она рассказывала мне о своих великих современниках, о самом близком для нее человеком, был Святослав Теофилович Рихтер. Рихтер для большинства, во всем мире, это великий пианист. Может быть, меньшее количество людей знает, что он был коллекционером. У него была уникальная коллекция картин, которую он подарил Музею изобразительных искусств имени Пушкина. В лице Ирины Антоновой вот Вера Ивановна рассказывала, как она понесла письмо Антоновой. И в этом письме было написано, что Рихтер отдает свою работу на выставку. Выставка в те дни шла в Пушкинском музее. И такая была приписка, что пусть эти работы останутся на этой выставке, а тогда, когда его не станет, эти работы останутся уже в Пушкинском музее навсегда. Ирина Александровна Антонова «Царство небесное», она не так давно покинула этот мир. Когда Ирина Александровна прочла это письмо, она посмотрела на Прохова и сказала, до определенного дня об этом письме никто не узнает. И Вера Ивановна вздрогнула, потому что она поняла, что же имеется в виду определенный день под этим определенным днем. И когда этот день случился, а он прозрел с каждым из нас, никому не удалось избежать этого дня, не удастся, то эти работы остались. И мы сегодня входим в музей частной коллекции и встречаем работу, встречаем Бюст, Святослав Теофилович Ирифор, и не случайно, потому что это был великий даритель. И, знаете, вот мы когда берем, я когда беру биографию человека, который известен, казалось бы, благодаря своей профессии, вдруг оказывается, что там все глубже и интереснее понимает Михаиловна Плесецкая. Кто ж не знает великую Плесецкую. А вот ее дед, Михаил Мессерер, который был зубной техник, между прочим, обожал учить иностранные языки и в 70 лет выучил английский. Так что, по-моему, очень оптимистичный факт, дающий надежду тем, кто хочет додумать, что поздно учить языки. Так вот у него, они жили на Сретенке, но висела такая дощечка, зубной врач Мессерер солдатам и студентам бесплатно. Семья жила не очень богата, было очень много детей. И когда стучала дверь, что приходил пациент, его жена потирала руки, ну вот наконец-то сейчас вылечит кому-то зуб, хоть пойдут там масло купить или что. И когда этот пациент уходил и появлялся в коридоре сам Михаил Мессерер, на него с надеждой смотрели, а он разводил руки и говорит, ну студент был бедный, не взял с него денег. Ну это же тоже важно. И ведь это история, которая сопровождала Майя Михайловна Плесецкого из детства. Я думаю, в каком окружении, в каких историях мы растем. Вот в таких историях может получаются такие потом дети. Игорь, у вас есть книга Бесец с католикосом, патриархом, сия Грузией Ильей Вторым. Вот у него замечательная мысль такая. Самый счастливый человек тот, кто помогает другим нести крест. То есть, если нам посчастливилось оказаться рядом с человеком, которому мы можем быть полезны, как-то помочь и облегчить вот этот его крест, то мы должны себя считать счастливыми людьми. А какие мысли вот из этих бесед может быть особенно легли на душу вам? А знаете, я ведь уверен, что те из наших слушателей и зрителей, кому удалось испытать счастье, помочь своему ближнему, они ведь согласятся, что правда счастье. Я про себя так рад, когда мне... Не потому, что я опять-таки хочу показаться, а потому, что ну правда, боже мой, ну там не то, что старушку перевел через улицу, но чем-то, что мы бываем полезны. И какое-то упоение от этого, об этом радость. А для меня встреча с католикосом, католикос-патриархом Ильей Вторым, это великий человек, наш современник, и как приятно, что вот в эти праздники между Рождеством и Крещением, да, грядет Крещение, не за... У вас там в Риге, у нас в Москве прямо более чем Крещенские морозы. И вот, что мы вспоминаем этого светлого человека, действительно, очень-очень мудрый. И, знаете, он мне сказал очень простой, открыл очень простой секрет счастья, что счастлив тот, кто умеет видеть, замечать красоту. Боже, это так просто и это так велико, мне кажется, потому что ведь мы в нашей жизни бежим, 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 мы все знаем, что мы умрем, но никто в это не верит. И вот мы мчимся, 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 что когда-нибудь потом и вдруг поднимаем взгляд, боже мой, какой закат, какое море, какое что-то. И так становится радостно. Так что быть счастливым это на самом деле очень просто, нужно замечать красоту и мне кажется, что один из самых красивых поступков, какой может совершить человек, это быть милосердным, быть даже не милосердным, боже, вот это как-то мило, но быть милым сердцем, вот я скажу так, к тому, кто к ним рядом. Не обязательно переводить через дорогу, а просто, по крайней мере, не делать жизнь того, кто рядом с тобой, хуже. Вот и все. Улыбнуться просто, мне кажется, это так просто, но и так сложно. Вот пусть с сегодняшнего дня мы будем в день совершать пять добрых поступков. Когда хочется на кого-то рыкнуть, этого не сделать. Когда хочется проскользнуть первым, пропустить. Вот мне кажется, это будет даже, мне кажется, дома, когда ты наливаешь себе чай, спросить, а ты будешь? Мне кажется, так приятно от этого становится. Мне кажется, это тоже большое дело. Да, а мы предлагаем нашим радиослушателям совершенно легкий, простой способ помочь человеку, которому действительно эта помощь очень нужна, делает звонок на благотворительный телефон 9306384. Он подключен к счету в фонде BeOpen, который открыт в помощь замечательной Эльвире Эрлецкой, которая сейчас в Израиле ждет нашей помощи на оплату продолжения лечения. И вот наша программа уже потихоньку подошла к концу. Если мы говорим о рождественском периоде, о том, что это время, чтобы дарить тепло, то вот наш сегодняшний собеседник, друг и гость Игорь Аболенский очень много тепла нам через большое расстояние просто очень отчетливо передал. Игорь, спасибо за это. Вот у нас буквально две минуты осталось, мы их дарим вам, чтобы сказать что-то очень важное, наверное. Друзья мои, спасибо большое. Я счастлив, что мы с вами можем видеть друг друга, что мы с вами можем слышать друг друга. И самое прекрасное, что у нас с вами есть время, чтобы стать лучше, чтобы показать, что мы добрые, дарить свою доброту и получать ее в ответ. Так что я думаю, что вот это и есть, наверное, счастье. Счастье понимать, что ты можешь сделать очень-очень многое, а поверьте, что мы с вами это многое сделать можем. И я всегда своим зрителям всегда желал самого главного, желал счастья. Сейчас я добавляю к этому тоже очень важное искреннее пожелание. Я желаю еще и здоровья и еще добавлю с сегодняшнего дня с этой программы, с этого эфира буду желать еще третье. Желаю мудрости замечать, какие мы с вами все-таки счастливы, потому что мы с вами можем, ах, как многое, поверьте. Спасибо огромное. И мы в ответ тоже желаем счастья и желаем радости. И спасибо за эти прекрасные истории, которые сегодня прозвучали. Мы обязательно это все опубликуем на нашем сайте MixNews.lv. И надеемся, Игорь, прозвучала мысль, что мы еще встретимся и сделаем сериал. Вот все-таки давайте намечтаем этот сериал каким-то образом. Все будет, уверен. Будем живы, а мы будем, что сделаем. Всего доброго. Всем спасибо. Спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто откликается и принимает участие в нашем проекте «Зеленая лампа». И до следующего вторника. Счастливо. мир не изменится, если мы не